Это культура потребления, друзья, будет матч продолжен, но прямо сейчас мы стартуем, я передаю микрофон Сергею Абону, наши гости уже здесь, это только начало. Локом, те, кто здесь, давайте поаплодируем, живые остались кто-нибудь? Болельщики! Миллионы откликнулись! Давай, Серёг. Я думаю, всё ближе и ближе, Новый год, новогоднее настроение начинает у всех приходить в норму. А это культура потребления, сегодня у нас в гостях человек позитив, человек, который своим лицом, я думаю, и характеризует тот самый волшебный праздник Новый год. Егор Шереметьев, он же Бо, известный самарской публике как в разных ипостасиях, и как шоумен, и как юморист, и теперь ещё и как бизнесмен, также кто ещё, актёр. В общем, можно перечислять долго-долго, я думаю, мы побеседуем обо всех этих ипостасиях, и начнём мы, естественно, вот такой, ну лично для меня, допустим, животрепещущий оба отсутствия юмора в Самаре. Потому что люди играют в КВН, люди что-то снимают, что-то выпускают, но тем не менее, как бы дальше определённого узкого круга это всё куда-то не уходит. То есть в массы это не уходит. Во всякие там, комедикалабы, да кто там, ещё какие там, высокий уровень, что такое высокий уровень для юмора? Это вопрос был? Нет. Пожалуйста, я подержу и помогу вам больше. В какой-то момент, если я при начнёте печатать. Если я не начну, я начну, о чём мне не начинать-то, в принципе. Вот, интересная у вас так, обстановочка, в принципе. У нас сколько-то, два диджея смотрят нас по ту сторону хоть? А нет, один вот я вижу смотрит, а значит, ещё люди есть. Отсутствие юмора в Самаре? Ну, я бы так не сказал. Тогда давай хотя бы пять имён, которые на самом деле знает вся Россия из самарского именно юмора. Пять? Хорошо, хорошо. Дмитрий Колчин. Хорошо, да. Павел Родонцев. Денчик. Егор Бошереметьев. Александр Волохов. Давай закончим моё перечисление и перейдём к тебе уже непосредственно. В КВН ты с какого года? В КВН я с 2004 года. Потом расскажи, почему так вот закончилась вся судьба всего Самарского комедий-клаба. Комедий-клаб Самара стайл. Как бы он был, какое-то время поярчил и всё, и сошёл на нет. Потому что уехал Пестряков или не поэтому вовсе? Ну, так и есть, да. В принципе, ну, потому что уехал Пестряков, уехал все остальное с Пестряковым, и, соответственно, больше не осталось людей, кто хотел заморачиваться и организовывать просто вечеринки в Самаре. А почему ты, кстати, когда перечислял вот эти вот имена, ты не перечислил Пестрякова, ты не перечислил всё вот это, всё остальное, которое уехало с Пестряковым? Ну, потому что Пестряков не юморист, которого знает вся Россия, а директор юмористов, которых знает вся Россия. На самом деле, вот смотри, вот когда мы говорим о юморе, так же надо долго отвечать, так как звучит вопрос. Мне показалось, на какое-то время, да какое показалось, вот эта мелодика речи, с которой Сергей Обломов предвосхищал своё выступление, это можно назвать скетчем, то, что он сделал? Вот так вот. Скетчем? Да, можно назвать скетчем, стендапом, разговором человека в очках, можно назвать, в принципе, человеком без шапки, человеком с шапкой. У вас вот такой интерактив обычно, да, вот вместе? Про кино. Про кино говорим, да? Ну, про Самарафильм тогда говорим. Вот мы сейчас, дорогие друзья, организовываем большое кино в Самаре, Самарафильм. Приглашаю, кстати, всех к нам сниматься в фильмах, в массовку, нам нужна ваша поддержка, давайте будем снимать большое кино в Самаре. У нас в группе ВКонтакте есть фильм «Борода без даты», сериал «Вокзал для своих», заходите, записывайтесь, приходите, мерзнете на улице во время съёмок, пейте кофе, пейте чай, ешьте сушки, потом смотрите себя в кинотеатрах, на телевидении и так далее. А расскажи ещё про сериал, который снимался на вокзале, «Вокзал для своих», который называется. Ты тоже там снимался, кстати, заметили мы тебя, в принципе. Ты не заметил себя, я думаю, я тебя не видел на премьере пилотной серии, поэтому, может, ты себя не заметил там. Но это сериал, который будет выходить на федеральном телеканале. На каком уже расстроено? Да подожди, ну подожди, когда вот скажет продюсер, да, всё, бабло уже к вам идёт, вот тогда мы скажем, на каком канале. А пока это... Потому что вот уже, наверное, год уже ебут мозги, где он, на каком канале, федеральный, федеральный, федеральный. Какой он, федеральный канал, когда уже это будет? Уже вся общественность уже кипит, блядь. У вас матом можно ругаться, да? Сумасы. Он говорит, когда, когда мне деньги дадут уже? Я матом не ругался, между прочим, вот так вот. В рамках. Трудно себя держать в рамках, а ты вылазишь оттуда постоянно. Ну сейчас я даю себя, себя в рамки, да, обратно возвращаю. Это да... Не, мы про кино, да. Как раз пока доем, потом кино, да. Что еще про кино рассказать? Будет, сейчас лежит, ждем пока, подпишет генеральный продюсер телеканала. Не скажу, какого телеканала. Вот он подпишет, и мы начнем снимать сезон, и уже скажем, на каком телеканале мы увидим. Про новогоднюю. Вот я хочу сказать, что мы хотим сделать большое кино для самарцев, от самарцев, соответственно, будут принимать участие все, вот ты говорил, перечисленные юмористов, которых знает вся Россия. И вот как раз все самарцы, которых знает практически вся Россия, не только, не только, это и там Сергей Войтенко и там «Руки вверх», и так, почему-то юмористы. Я говорю, люди, которых знает вся Россия, самарцы, которые знают вся Россия, будут участвовать в съемках новогодней комедии, такая новогодняя сказка, которую мы увидим зимой 2016 года на телеканалах, ой, не на телеканалах, в кинотеатрах. Нет, в кинотеатрах. Всего лишь, на телеканале потом, после проката, соответственно. Тоже придешь сниматься? Все было, да? Так, здесь нет, здесь нет, динамики, динамики, добавим, динамики чуть-чуть. Про кино. Ты насчет кино все узнал? Ничего ты не узнал? Точно узнал все про кино? Ну, по-моему, да. Самое главное, радует тот факт, что, наконец-то, началось сниматься оно, да? Это первое. Вот. Второе, то, что в Самаре, да? Вот. И, возможно, получится, я надеюсь, все-таки, по крайней мере, что российский качественный продукт получится. Так, наконец-то, подходим. Рассказали про кино, и у нас очень скоро будет и чемпионат продолженный. Следующий гость. Рассказь секреты. Мы говорили о кинематографе, говорили о том, что вот и новогодняя тема. Теперь про еду поговорим, да. Говорю про еду. Это же диет. Функциональное питание, с помощью которого я похудел на 32 килограмма уже с середины марта. Кто-то набирает массу мышечную, кто-то просто получает… Нет, не перепутал, нет. Это питание, и в зависимости от того, какую программу ты выбираешь, коррекция веса, набор веса, либо просто баланс питания, в зависимости от этого ты получаешь. Нужный результат. Как раз я… Я вам скажу, как найти Егора, допустим, ВКонтакте, да, Егор Шереметьев, все легко, биваете, Самара, по фотографии, я думаю, сразу узнаете, вливаете он там, и все просто. Он вам расскажет, сколько стоит, как приобрести. Так, и сейчас Дима расскажет нам свои эмоции от того, что он попробовал. На самом деле, что я могу здесь сказать? Да, это еда, это можно назвать коктейлем, шидким, с привкусом шоколада. Я не знаю, насколько эффективно, сколько понадобилось времени, чтобы эти 32 килограмма скинуть. Год, 4. Да, какой… Первый месяц где-то 12 килограмм за один, но это потому что, почему я как врач могу сказать, что, почему первый месяц уходит очень быстро, потому что уходит лишняя жидкость, уходит лишние шлаки из кишечника, и, соответственно, быстро уходит вот как раз объемы, да, в первом месте. А потом уже постепенно, там, 5 килограммов в месяц где-то снижается, потом может остановка быть физиологическая, потому что это так, физиология. Вот это вот питание, его нужно употреблять как-то по часам, ешь ли ты еще что-нибудь помимо вот этого питания, или как оно, как добавка идет, как? Ну, посмотри, вообще нужно питаться любой пищей каждые 3-3,5 часа по физиологии, да. У нас это не получается чисто из очень активной жизни, да, вот у каждого. И у тебя, и у меня, и у каждого, кто здесь сидит, настолько такой график плотный, что мы не можем нормально питаться. Вот это помогает для активных людей, когда можно за 10 секунд быстро, у нас есть не только сладкий вкус, у нас есть и крем-супы, и твердые вкусы, как омлет, крем-брюле и так далее. Это нельзя, когда ты это ешь? Да это еда. Когда ты ешь, обычно еду, бухать нельзя? Ну, это тоже еда, можно все. Ну, вот я так уж не буду утрировать, конечно. Омлет, он жарится на сковородке, понимаешь? Есть омлет, вот он смешивается на сковородку и жарится. Вот твердая пища. Есть, говорю, только обычный омлет. Это так же смешивается, выливается на сковородку, жарится. Твердый вкус. Я так понял, для вас как кино, тема питания также актуальна. Тем не менее, актуален матч, который проходит, мы будем продолжать, и культура употребления на какое-то время будет прорываться. Как-то будем подытоживать, резюмировать общение. Давай, Серега. Ну, я думаю, этот сегодняшний разговор много для кого-то какой-то полезной информации все-таки вынес. Какой полезной информации? Большой кино в Самаре. Приходите ко мне, если хотите правильно питаться, здорово питаться, похудеть, набрать массу, хорошо выглядеть, дожить до 100 лет и так далее. Все, я думаю, друзья. Сейчас матч будет. Говорят, сейчас будет матч с новой диджеей, которым нечем заняться в будни, будут играть в хоккей настольный и будем болеть за них. Да, отлично. Лучше, чем курить, бухать и все остальное. Ну, да. Ладно, друзья, программа культуры употребления совсем скоро вернется к вам. У нас будет следующий гость. Кто это, вы знаете, буквально после первого матча. Сейчас еще один матч, коротенькая пауза, потом матч, потом еще коротенькая пауза и потом следующий гость программы культуры употребления. Мы с вами еще не прощаемся, это только начало. Дима Павлов, Сергей Обломов, Егор Шереметьев. Погнали дальше.